девчонки всем привет распаковка будет сейчас небольшая вот я только что забрала с почты буквально надрывала пакет чтоб не шебуршать тут сильно и так как штатива у меня под рукой нету поэтому буду снимать с руки надеюсь не очень вас напряжет вот я заказывала пряжу норка с китайского сайта ну алиэкспресс понятное дело вот за свою денежку просто на пробу мне было интересно посмотреть качество вообще все остальное вот так что давайте сейчас с вами посмотрим буду выгружать вот такие мякиши класс прикольный цвет такой красивый я боялась что он будет знаете такой парфозно-белый прям кипельный а он очень красивый такой молочный класс мне прям очень даже нравится и я как-то естественно рассчитывала что будут моточки чуть чуть поменьше но вы видите я думаю волосище эти счетом того что ты еще долго до до всего остального очень 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 и я знаете довольно в общем 2 моточка таких я в этом как его в инфобоксе оставлю ссылку на них вот потому что принципе сейчас на них там какая-то хорошая цена я покупал 3 30 долларов за моточек а сейчас по-моему 307 и вроде как бесплатная доставка ну и вот такой компаньон это как ниточка типа она такая короче как спандекс я думаю что вы видите его как она растягивается вот это для укрепления и вообще для того чтобы это было более стабильно ну что я могу сказать в целом очень даже ничего здесь по моему 50 грамм если я не ошибаюсь короче я подпишу потому что здесь вот черт ногу сломит ничего не понятно метраж не метраж ну в общем понятно все на неясном языке мне лично вот так что такая классная пряжа если честно я прям очень довольна и она тактильно очень приятная вот сейчас к шее приложу ну мне вообще не колет я по скажем тактильным всем своим моментам ну вот у меня сейчас джемпер мой до свитер который я вязала в рамках нашего проекта тоталук оставлю вам ссылочку здесь альпака полиамид меринос люрекс небольшой он такой немножечко покалывает но я люблю когда покалывает ну так слегка то вот это мне не колет вообще абсолютно вот так что будет интересно мне конечно повязать из этой красоты вот у меня еще была идея добавить ниточку от дропса этот люрекс который на катушечке но не знаю посмотрим может быть это будет просто что-то такое очень нежное я же говорю цвет прям балдею номер цвет это наверное 801 наверное ну ладно не буду тут придумывать ну короче пока по крайней мере рекомендую реально очень очень классно всем привет очередное включение не знаю можно начало влога будет еще пока не решила в общем сейчас едем с ребенком за пряжей мне тут заказали шапочку поэтому надо в общем-то забрать пряжу вот так что я потом ее заберу в смысле заберу сегодня и потом вам покажу в следующем включении вот я буду вязать из этой пряжи из одной из второй первый раз вот поэтому буду естественно рассказывать свое мнение какие-то вообще нюансы которые возникли в процессе работы ну естественно спрошу вашего мнения как вы вязали бы не вязать вот так что у нас принципе сегодня ничего более-менее более-менее погода вот я в своем зеленом альпаковом альпака на шелке а дропс альпака silk brush вот мне очень хорошо ну и парка такая которая очень легкая как пакет вот в общем-то ладно там сидит парень сзади вот что возможно вы слышите какие-то позвякивание курочка игрушечной все мы поехали тогда до следующего включения всем привет друзья очередное включение хочу рассказать вам о своих продвижениях и покупках в общем-то я почти на финальной стадии одного рукава мне вот надо закрыть сейчас резинку это выглядит вот так рукавчик с учетом того что достаточно длинная пройма да ну поэтому рукав соответственно получается не такой ну если не так много вот здесь вот связать потому что примерно вот tribe наверно рукава уже есть в пройме не в пройме в реглане ну и соответственно вот я закрываю резиночка и топ если так закрываем вижу короче резиночкой вот основной полотно вязала на три с половиной вот достаточно здесь чуть-чуть три с половиной и потом перешла на троечку троечка потом несколько рядов двойкой не буду закрывать в общем то низ я Надеюсь, вам не очень слышны эти звуки Соседи, как всегда, в обеденное время Решают то попылесосить, то мебель попередвинуть В общем-то, я изначально закрывала иглой Как назад иголку Но мне не понравилось Получается очень расхлябанно И, ну, так себе Вот, поэтому, так как пряжа нестабильная Здесь все-таки нужно закрывать достаточно Ну, так, чтобы какая-то стабильность присутствовала Ну, и все В общем, я здесь, получается, вязала на три с половиной Практически все Потом ряда три провязала на тройке И, наверное, ряда три провязала на двойке И двоечкой закрывала Это просто, который с накидом идет Вот, и вот такой край мне нравится намного больше Он, ну, понятно, что после стирки резиночка вот так потянется И он эластичный достаточно Но при этом он держит Он не получает такой какой-то дрыслей Вот, ну, поэтому, в общем-то Я довольна краем, как получилось Ну, и, скорее всего, буду так же закрывать рукав Посмотрю Вот, значит, от бублика у меня вот остался вот такой товарищ Там у меня еще есть, естественно, пряжи намотаю Ну, короче, мутновато, мутновато, муторно, в общем, идет этот процесс Наверное, я чуть-чуть устала от тонких спиц Но надо закончить в любом случае Потому что это заказ, да, и клиентка ждет Вот, своего красавчика, кашемирового с мериносом Ну, поэтому, в общем-то, буду вязать Мне нравится сам процесс Просто, ну, надо добить рукава С рукавами я не то, чтобы их не люблю Но я всегда на рукавах устаю Вот для меня рукава, это уже как бы все финал А они что-то медленно ляжутся Ну, короче, ладно, не важно Вот, значит, это у меня один процесс Я пока ничего не начинаю И там даже то, что у меня есть шапка И там мужа носки Я, в общем, распустила набор на край Буду набирать другим способом Чтобы он был более эластичный Потому что все те носки, которые я вязала Муж всегда жалуется, что у него, ну, неудобно В общем, короче, этот наборный край Он вроде как с одной стороны растянутый А вроде с другой стороны неудобно на ногу надевать То, что он такой жестковатый Вот, поэтому, в общем-то, я хочу добить вот этот товарищ Отвезти его к клиентке Приступить к новому заказу И уже потихоньку там доделывать все свои нюансы Вот, и сегодня съездила В предыдущем включении вам показывала Съездила за пряжей Поступил мне заказ на шапочку Это вот эта вот пряжа Я думаю, что многие с ней знакомы Но я буду вязать из нее впервые Я все время на нее смотрела Но так как я сама не очень люблю ангору Вот это все летящее Норку и так далее Я как бы себе такую не покупала Вот, но всегда смотрела Потому что, ну, симпатичная палитра достаточно Ну, и вообще они такие миленькие Маленькие муточки Мимимишные, короче В общем, маточки Вот Так что Я взяла на шапку Да, на ней шапка поступила Два на два резинкой Типа как бинни Ой, типа как тыковка Вот, с отворотом Значит, что по пряже Значит, англорок ролик Получается Цвет 0,8 Светло-серый называется И, соответственно, по составу Здесь 70 пух кролика 30 нейлон В 25 граммах 160 метров Конечно же Тут все позаклеивано Да, вот зачем, скажите мне Заклеивать рекомендации по спицам И всему остальному Вот Зачем так делать Нехорошо 3,6 Вот нам рекомендуют Это, видимо, какие-то Очень секретные данные Практически для разведки Вот 3,6 Но я думаю, что я буду Вязать в две нити Я взяла вот Три моточка В принципе, надеюсь, что мне должно хватить Это получается, сколько это? 75 грамм В две нити я буду вязать Здесь допинити нет Ну, так как здесь нейлон есть В общем, короче, я посмотрю Вот Но я думаю, что я буду вязать Достаточно плотно Возможно, где-нибудь там Три с половиной Вот так примерно Потому что я с девочками разговаривала Кто из нее вязал Что она не очень сильно Прям разбухает Ну, поэтому Мне все-таки нужно Чтобы это была тепленькая шапочка И по голове Клиентка моя не очень любит Шапки-болтанки Как я их называю Ну, короче, которые висят на голове Она так же, как и я У нее тоже такие густые волосы Которые Ну, так, в общем, шапку оттягивают Да С головы Если она связана неплотно Вот Ну, и поэтому, в общем, короче Буду пробовать Расскажу вам обязательно Напишите мне, пожалуйста В комментариях Кто вязал из этой пряжи Вот Как она вам Вот этот цвет Очень, честно говоря, красивый Он такой меланжевый Здесь есть переливы Белый Светло-серый Чуть-чуть темнее Просто обычный серый Такой мышины Ну, вообще, очень красивый цвет Я такие цвета люблю Они универсальные Базовые Вот Ну, и фирма Вулси Вот Красота, короче, неописуемая Ну, и взяла Я давно хотела Но что-то никак не могла В заказ добавить Ну, в смысле, когда раньше заказывала Нигде у нас что-то не было Ну, по крайней мере, где я Старюсь пряжей Вот Тут решила попробовать Ализа Супервош Для носочков Значит, это Ну, я думаю, что многие, кто По носкам фантик Знают эту пряжу Я с носками как-то не дружила А сейчас у меня какая-то Носочная пора настала Мне хочется вязать носочки Но пока не вяжу Потому что вот Надо разобраться с заказами Значит, здесь 100 грамм Да, вдруг, если кто-то не знает 100 грамм 420 метров Ну, в принципе, хороший носочный метраж Значит, и здесь 75 Что там? 75 шерсть Да Шерсть Супервош И 25 полиамид Короче, обычный Носочный состав Здесь нам рекомендуют Спицы 2,4 Ну, я буду на 2,5 Скорее всего вязать Вот Она такая в руках Ну, колючеватая достаточно Такая Жесткая пряжа Ну, в принципе, я люблю Носочки Которые, знаете Не Ну, не супер мягкие Потому что мне нравится Ощущать вот этот такой Как это сказать Лимфодренаж Или как его Ну, короче, когда В общем, пряжа чуть-чуть Колюченькая Мне нравится Цвет у вас передается Не очень правильно Он у вас передается таким Ну, в общем, короче Он более вишневый Наверное Здесь он более в красный Красный потон А он вообще более вишневый Цвет красивый Цвет Еще мельче, слушайте Напечатали Даже я со своей единицей Вижу 57 Вот Ну, в общем, вот такой Моточек В принципе, мне на На носки Обычно хватает 50 грамм На мой 36,5-37 Вот Ну, а мужу, естественно На 42 Ой, 43, точнее Я беру Два мотка Обычно по 50 грамм Ну, этот, в принципе Я думаю, что на две пары носков Должно ухватить Носков Носок Не помню, как правильно Ну, вот В общем-то Я наслышана об этой пряже Хорошо Хорошие отзывы Что вот Супер Вош Все зависит от цвета Конечно Но вообще Ее хвалят Вот Так что Такие дела Больше мне вам Похвастаться нечем Буду сейчас Сидеть Добивать этого товарища Наберу второй рукав Ну, и в принципе Вот я за вчерашний день Этот рукав связала Надеюсь, что и за сегодняшний День За вечер Я смогу Довязать рукав И все С этим изделием Будет закончено Вот Так что Очень мне, конечно Нравится вот так Сочетание цветов Надо сейчас Остановиться Будет И зафоткать Вот Так что напишите мне Пожалуйста Про эти пряжи Кто вязал Как вам Потому что Есть там еще Что-то там Норка Тоже Этой же марки Олси Но только Что-то там Норка Короче Вот Но мы в принципе Как-то так Мне сказали Что это почти То на то Ну, по тактильным ощущениям И В принципе Вот Так что Если вы знаете Эту разницу Ее четко почувствовали Вы мне Пожалуйста Напишите Мне будет Это полезно Для следующих Моих заказов Потому что Ну, это пряжа Популярная Да И Возможно Что Я буду брать И такую И такую Вот Так что Буду очень благодарна Всем вашим Комментариям Да Вашему опыту Вот Все Я вам желаю Отличного дня Хорошего настроения И тогда До следующего включения Всем привет Очень такое Рабочее включение Я довязала Свитер Светлый Он до стирки Я просто сейчас Пойду его стирать Хочу запечатлеть Его до стирки Ну, скажем Ради интереса Сделала все замеры Все Он такой Смежной Непропорциональный Но на теле Это сидит Очень-очень хорошо Вот Поэтому Свет у нас Конечно Тоже сегодня Оставляет Желать лучшего Поэтому Включены Естественно Лампы Ну Я надеюсь Что вам Хоть так С большего Видно Это чисто так Посмотреть Вот Очень мне нравится Как он А, кстати Я не взвесилась Слушайте Хорошо, что Начала снимать Интересно До стирки Его вес И после стирки Вот Ну, короче Наконец-то Я его закончила Надеюсь, что Сейчас не будет Никаких смешных Сюрпризов Вот Так что Пошли стираться Всем привет У нас сегодня Понедельник И Начинаю Ну, точнее Как Продолжаю В общем На выходных Я ударника Повязала Решила Подключиться Наконец-то Потому что У меня ощущение Что я товарища Скоро отвяжу А вам его Не покажу В общем-то Это Заказ Я уже говорила Да В предыдущем Включении Я показывала Что я довязала Свитер Значит Который Из Кашемира С Мериносом Бежевый Он у меня Сохнет Да И потом Когда высохнет Я вам его Обязательно Покажу Вот Ну и Соответственно Вот второй Заказ На Тоже Свитер Значит Это Ну Как вы видите Бобильная Пряжа Цвет Вообще Не передается У меня Почему-то На камере Он Как будто бы Без фокуса Показывает И высветляет Он все-таки Более бордовый Более Такой Насыщенный Винный Да Этот Такой Короче Чуть-чуть Более Темнее Этот цвет У меня Камера Его отказывается Нормально Показывать И видите Нету Фокуса Как будто бы На На Пряже Ну ладно В общем Не суть Это Бобильная Пряжа Значит Офелия 40 Беби Альпака 32 Мериноса 22 Поляами 220 метров На 100 Грамм Винный Бордо Я из такого Цвета Вязала себе Кардиган Оставляю вам ссылку Вот Посмотрите Это такая Шнурочная Пряжа Которая В общем-то Она обита Пухом Альпаки Мериноса Ну я так понимаю Поляамидный Этот вот Шнурочек Вот Очень красивый Вообще Этот артикул Офелия Он есть в разных Цветах Есть вот такой Темно-синий Как у меня Ногти С переливами Потом такой Бежевый Очень красивый С коричневыми Такими штучками И по-моему Серый И там еще Какой-то был Ну вот Не помню Вот этот Уже я Второй раз Получается Вяжу Вот Значит 220 метров То есть Ниточка Толстенькая Ну я думаю Что вы понимаете Что она Как-то Не тоненькая Ну и вот В общем Вяжется Конечно Молниеносно Это вот Буквально За вчерашний день Я связала То есть Практически У меня готова Кокетка Мне тут еще Ну в общем Надо повязать Но немного После бежевого На 3,5 Тоненькая Ниточка Да То есть Я в принципе Там вот такой Кусочек Вязала Несколько дней То это просто Вообще Само вяжется Только Нитку успеваю Перекидывать Вот Значит Так как у меня Уже достаточно Широко Леска Восьмидесятка Не могу Сильно Прям разложить Вот В общем Это реглан Обычный реглан Да Значит Свитер Получается Горло Резинка 2х2 И на рукавах Сейчас я вам Давайте Наверное Здесь лучше покажу И на рукавах Коса Такая Лайтовая Коса Без каких-то там Сильных обозначений То есть Это вот Больше такая Стилизованная Вот И Ну получается На рукавах Косичка А спинка Лицевая Гладь И Перед Да Передняя Часть Тоже будет Лицевой Гладью То есть Это будет Такой Обычный Свитер Но очень Уютный Очень теплый Пряжа Толстенькая Вот Классно он садится Я Ну естественно Примеряю По ходу дела Да Потому что Мы в принципе С моей заказчицы Примерно Одного телосложения Вот Так что Ну это Очень удобно Когда есть На кого Приложить Вот И соответственно Мне кажется Высветляется Все Но Я надеюсь Вы Как это Знаете Что такие Цвета Очень сложные В цветопередаче Я тут Тыркалась Пыркалась Но как-то Сложновато Его передать Но в принципе Он все равно И так Красивый Вот И в сочетании С синими ногтями Я конечно Вообще Обалдею Это прям Моя осень Осенняя Вот Значит Что Вяжется Быстро Я вяжу На деревянных Спицах Это Дропсы Как там Романс Про романс Они называются Это Шестерочка Вот Покажу вам Если Вот Как стирается Номер Вот здесь Вот Раньше Было написано Шестерка Сейчас Уже Не написано Сейчас Посмотрю Здесь Вот 6 и 0 Господи Где тут Вот 6 и 0 Было написано ММ Но видите Стирается То есть Это не гравировка Ничего Это просто Там Краска Или что-то Такое Вот Мне нравятся Эти Спицы Они достаточно Остренькие Ну Относительно Скажем так Вот Очень красивые Фотогеничные Такая Деревяшечка Тут разные цвета Ну в принципе Я думаю Видите Ну они Съемные Вот Здесь Патрончики Мне очень нравится Я в принципе Вот такую вот пряжу И Эйр И Ну это очень Похоже Как эйр Я вот в том Видео Рассказывала Что Практически Аналог И я И эйр И вот эту Вот И в принципе Любую Такую пушистую Шнурковую пряжу Обычно Всегда вяжу На деревяшках Мне очень нравится Потому что На металле Оно скользко Достаточно Часто Выскальзывает А на дереве Ну в принципе Эти тоже Достаточно Скользкие Спицы Они хорошо Отполированы Покрыты Там какой-то Штукой Но в общем Мне очень нравится Я Изначально Вот Потому что У меня Деревяшки Есть только Самая короткая Леска Это 60 Мне надо Прикупить Будет Деревяшки На короткой Леске Вот Пополнить В общем Мою коллекцию Спиц Надо Потому что У меня Что-то напряженка Совсем Маленькими Размерами Как я уже Грилла Два Два С половиной Вот у меня Одни Только спицы Картопу Или что-то Там другое Ну короче Такие Простые Вот И с Каратышами У меня Деревяшки Тоже У меня Есть китайский Набор Вот Металлических И я ими вяжу То есть Я вязала Горловину Я вязала На пятерке Ну так как Это все-таки Резиночка Мне не нужно Чтобы она Прям была Очень такая Резиновая Зина Но Как сказать То есть Ну надо Чтобы она Держала И в принципе Она достаточно Такая Эластичная Вот Основное полотно Вяжу на шестерке Мне нравится Очень классно Выходит все И быстро Вот Ну это я Мне кажется Уже 158 раз Повторила слово Быстро Ну потому что Это действительно Я же говорю Очень-очень Хорошо ощущается Ну и вот Не знаю Покажется Вам не покажется Видите То есть цвет Такой неоднородный Ну в принципе Вот здесь вот Бобини Я думаю Вы видите Вот эти вот Отблески И они потом Классно Ложатся В полотне Вот Ну собственно Говоря Все Вот Мой пока что Заказ Из Этой Ангоры Пока что В воздухе Потому что Я жду от заказчицы Размер ее головы У меня Она вроде Говорила Что У нее Очень такая Маленькая Голова 52 53 Вроде Такое Но для Того Чтобы Потом Пять раз Не перевязывать Мне нужны Четкие параметры Чтобы можно было Это все дело Рассчитать Носки Тоже Пока что Не вяжу Хочу Вот этого Красавчика Закончить Вот И в принципе Все Больше пока Ничего не начинаю Держу себя В руках Особенно Сейчас Все посмотрела У девчонок Алина Там Алина вяжет Ира Иртикбай Оля Северное вязание У них Неделя стартов Сейчас прошла И я Прям Знаете Вот У меня Аж руки Чешутся Чего-нибудь Поначинать Но Держусь Надо Закончить Заказы И все Освободить Место Для следующих Заказов Для следующих Своих Хотелок И уже Спокойно Вязать И Заниматься Своими Делами Вот Но Еще раз Повторю Что Эту пряжу Очень Сильно Рекомендую Вот Она Ставлю ссылку Ни промокода Ничего У меня Нету Просто Да Если вдруг Вы будете Искать Эту пряжу Вот Где Конкретно Я знаю Где В Беларуси В Минске Ее можно Купить Причем По-моему Она у них Регуляр Вот То есть По-моему Это не Стоковая Пряжа Вот Так что Очень хорошо Себя ведет Я сейчас Давайте Вставлю вам Фотографию Своего Кардигана Так он Смотрится На мне Я его Сейчас Ношу С ребенком Трикотажный Обычный С горлышком И соответственно С длинным рукавом Наверх Этот кардиган И он мне Заменяет В принципе Куртку Вот на теперешнюю погоду Там где В районе 10-15 градусов Вот так Потому что Если чуть дальше На нем Уже жарковато Ну вот Когда прохладно Ветер Да Очень хорошо Очень комфортно Такое тепло Знаете Не когда ты Одеваешь что-то Там синтетическое А именно Такое вот Ну прям Очень классно Как будто бы Укрываешься Именно вот Какой-то Натуральной штукой Ну здесь в принципе Только 20% Синтетики Да Все остальное У нас натуральные материалы Очень комфортно Мне абсолютно не колет Вот когда вяжу Чуть-чуть покалывает Но После стирки Когда я ношу Мне очень комфортно К шее У меня достаточно Такой ворот К шее прилегает Так что Ну реально Могу петь дифирамбы Я эту пряжу Когда В общем Была предыстория Я эту пряжу Начально увидела У Насти с канала На день шапку Она вязала на заказ По-моему Свитер платочной вязкой Вот И все И я про это благополучно Забыла Ну просто отметила Что пряжа классная И так далее Потом когда я выбирала Себе пряжу В магазине Думаю Какой-то интересный Артикул Был вот такой И у Насти был Такой же цвет Абсолютно Я думаю Я думаю Где-то Где-то я видела Эту пряжу Короче Я до последнего В общем Не помнила Что это было У Насти И мне кажется Когда я уже В видео Рассказывала Про эту пряжу Мне по-моему Подписчица Сказала Что у Насти Вот Ну и я Короче Потом вспомнила Вот Так что Много кто Работал с этой пряжей Ну и Отзывы Достаточно хорошие Вот Так что ладно Оды пряжи Закончились Я погнала вязать Потому что В принципе Сегодня много дел Достаточно Такой активный день Вот Но Меня Меня радует Что вяжется быстро И я должна Быстро закончить Это Изделие Ради интереса Засекаю Сколько буду вязать Его Дней Да Ну это так Чисто Просто для себя Вот Все Желаю вам Хорошей недели Продуктивной Вот Отличной погоды Хорошего настроения И тогда До следующего Включения Субтитры Всем привет Друзья Вечерок у нас Поэтому Свет электрический Я думаю Что Это понятно Но я решила Подключиться Не знаю Просто у нас Сегодня четверг 15 Не знаю Будет ли у меня Завтра Возможность Подключиться Вам показать Финальный кусочек Влога Поэтому Ну в общем Пока Тут вот Есть минутка Решила Короче К вам Подключиться В общем Вяжу Такого Волосача Полотенчик Конечно Не самый Фотогеничный Но Летит Безбожно Вся эта волосатая Вся эта волосатая Махнатость Вот Это вот Такая Пряжа Расскажу Вам Рэббит Ангора Ну в принципе Я думаю Что многие Знают Ее Вулси Я показывала В начале Этого Влога Вот И цвет 08 Светло Серый Да Ну и вдруг 70% Пухкролика 30 нейлон 160 метров 25 грамм В общем Ну Я К таким пряжам Отношусь Очень спокойно Вот эти все Волосатые Махнатости Я Честно говоря Это связываю С тем Что раньше Я носила Линзы Да И когда Мне что-то Попадало На линзу Под линзу Все У меня Просто Дикий Нервоз Мне Это надо Там Было Все Вытаскивать И так далее Сейчас Я конечно Человек Уже Зрячий Но Сами Понимаете Тоже Не очень Приятно Когда В глазах Вот Это Вся История Вот Конкретно Из Этой Я Вяжу Первый Раз Ну Посовещалась Там С коллегами По цеху Да Кто Вязал В принципе Горят Что Неплохо Ее Просто Нужно Хорошенько Простернуть Потом Выдуть Феном И Она Вроде Как Не Сильно Так Лезет Но Просто Вам Вот Вяжу На Три С Половиной Я Думала На Три Ой На Три Двадцать Пять Прошу Я Вяжу На Заказ Шапочку Для Своей Клиентки У Ни Очень Маленький Обхват Головы 52 53 У Взрослого Человека Вот Поэтому В общем То Мне Нужно Именно Чтобы Она Была Очень Такая Плотная На Рекомендует Спицы Вот Так Что Поделитесь По Поводу Того Вязали Вы Из Этой Пряжи Как Она Общеносится На Чем Вязали Тоже Будет Очень Интересно Вяжется Конечно Медленно Но Зато Мне Нравится Полотно И Цвет Конечно Вот Этот Вот Очень Красивый Меланжевый Здесь Всякие Разные Переливчики Я Думаю Что Вы Видите Для Любителей Серых Цветов Будет С Отворотиком Вот Ну Надо Мне Побыстрее Закончить Потому Что У нас Вот В Минск Пришло Пришло Пришел Короче Холод Что Совсем Со словами Сегодня Вот У нас Сегодня Утром Мы выходили С ребенком Гулять 6 градусов И Знаете Прям Ну Так Как То Морозненько Как Будто Даже Вот Так Что Надо Побыстрее Клиентку Обеспечить Шапочкой Чтобы Ушки Не Мерзли Вот Ну Все В общем Я пошла Вязать Дальше Это Такое Супер Оперативное Не Самое Лучшее По Качеству Включение Но Мне Очень Просто Хотелось Показать Вот Эту Волосатость Все Короче До Следующего Включения Продолжение следует Всем привет Друзья Очередное Включение У нас Сегодня Пятница И Значит Что Это Будет Последнее Включение В этом Влоге Вот Поэтому Хочу С вами Поболтать Рассказать О своих Текущих Процессах Вот Единственное Я тут Стала Этим Как это Называется Пострадавшим В общем От ножа Сама Нож Заточила И Сама Чуть Полпальца Не Отфигачила Семь Поэтому Извините Ну Вот Придется Мне Потыкать Немножко Значит Что Давайте Расскажу Сразу Расскажу Про Этого Товарища Убираю Его Из кадра Потому Что Он Портит Весь Цвет Цвет И Все Остальное Значит Это Джемпер Который Я вижу На заказ Я его Показывала Вот Он У меня Сейчас На Такой Стадии И Пока Временно Притормозился Потому Что Я Перешла На Шапки Ну То Вот У меня Тело Провязано В принципе Тут Не Так Много Осталось Вниз Внизу Будет Резинка Закрытие Резинкой Ну И Соответственно Все Пойду Потом Рукава Вязать Которые У меня Вот С Косичкой Просто Будет Рукава И По Низу Будет Тоже Резиночка Вяжу Бобильный Пряж Все В принципе Говорила Вот Вяжется Крайне Быстро Спицы Шестерка Ну Тут Я Думаю Вы Понимаете Что Это Прям Реально Супер Пупер Быстро Вот И Все Поэтому В общем Классный Цвет Не Хочет Ну Вот Может Вот Сейчас Неплохо Передается Так Что Все Убираю Его Расход Пока Не Скажу Потому Что Не Взвешивала Ну Я Люблю Расход Мерить Уже По Факту Когда Изделие Связано Все Кончики Отрезаны Вот Этих Соплей Нет Спицы Не Торчат Ну То Чтобы Изделие Было Полностью Готовое Было Нормальное Понимание Вот Но Вяжется Быстро И Мне Конечно Очень Нравится Тактильно Он Приятный Именно Знаете Под Такую Сейчас Погоду У У Где-то В районе 6-7 Градусов Тепла Днем И Поэтому Вот Это Прям Огонь Вот Так Что Все Давайте Я Его Уберу Вот Чтобы Он Нам Тут Не Мешал И Не Засвечивал Все Что Только Можно Значит Поехали Дальше Над Чем Я Сейчас Работаю У 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 Дарили Мальчишки На 8 Марта Букеты С Печеньками Макаронцы И Вот Было В Так Коробочке Ну Вот Так Короче Что-то там Написано Поздравляем Неважно И В общем Я Эту Коробочку Храню Потому Что В ней Удобно Складывать И Хранить Какие-то Процессы Пряжу И Все Остальное Вот Давайте Начнем Вот С Очень Сложно Потому Что Я Вижу На Нем Да И Ну Скажем Не буду Тут Конечно Прям Сильно Вот Это Вот Такая Вот Шапуля Значит Вот Вяжется Из Такой Пряжи Я Уже Про Нее Рассказывала Это Рэбит Ангора Значит Производитель Вулси И Ну Соответственно Это 80 Кролик 70 Кролик 30 Нейлон Вот Я Уже Рассказывала Не Буду Тут Сильно Прям Вот Значит Вот Такая Вот Шапочка Расход Отличный Да Получается Вот У меня Первые Два Моточка Вот Здесь Ну Еще Неплохо Пряжи Поэтому Посмотрим Я Вяжу Первый Раз Ну В смысле Как Конкретно Шапку Да Вот Первый Раз И Поэтому Мне Интересно Какой Будет Вообще Расход Вот Ну Будет Большой Достаточно Отворот И Мне Надо Будет Еще Прилично Ну Как Прилично Относительно Прилично Провязать Вот Шапочка На обхват Головы Маленькие 52-53 Мне кажется Я уже Говорила Ну Поэтому Она Такая Крошечка Алло Вот Крошечка Крошечка Ну Так что Все Не буду Больше Трясти Волосами Но Мне Нравится Вяжется Классно Достаточно Ну Не могу Сказать Конечно Что Очень Быстро Вот Но Тем Не Неплохо Я Практически Ее Связала Осталось Тут Немножечко Еще Довязать И Можно Будет Закрывать Я думаю Что Этот Моток Точно У меня Пойдет Работа Возможно Пол Моточка Даже Может Меньше Уйдет Вяжу Две Нити Повторяю Вот В целом Она Конечно Летит Но По сравнению Слана Гатакласс Которые Вот Я Вязала Вот Это Практически Вообще Не Летит То Мне Надо На Что Отвечься Я Так Вот Так Вот Делаю Выдряхиваю Вот Собираю Полотенчик Закрываю И Кладу В Коробочку Чтобы Она Никому Не Мешала Ну И Соответственно Давайте Мы Туда Ж Обратно И Положим Вот Так И Закроем Чтоб Ни Один Волосач Не Выскочил У Нас Вот Все Пускай Это Здесь Будет Лежать Значит Что Поехали Дальше Еще У меня Вот Одна Шапка Вяжется Шапок В принципе Будет Достаточно Много Я Вам Хотела Принести Еще Две Шапки Готовые Но Куда То Их Я Делаю Ну Ладно Не Важно В Вяжу Первый Раз Вот Из Такой Пряжи Фонти Магнолия 3 Я Уже Вам Показывала Ее В Обзоре Пряжи 50 Грамм 150 Метров Это 85 Шерсть 15 Бабияк Когда Вот Так Вот Ее Щупаешь Она Ну Такая Я Не Могу Сказать Что Супер Пупер Мягенькая Она Ну Такая Шершавенькая Может Даже Где-то Чуть Чуть Ключеватая Вот Значит Я Набрала Получается На Три С Половиной Спицы Вот Набрала Не Помню Сто Десять По-моему Петель Если Я Честно Говорю Даже Немножко Не Ожидала Вот Ну Мне Надо Естественно Провязать Побольше Это Будет Обычная Тыковка Два На Два С Отворотом Ну Вот Даже Вот Пока Сейчас Тактильно Очень Она Приятная В смысле Как Приятная Именно Вот Вязать Ее Приятная Она Пружинистая Я Думаю Что Она Резинку Будет Держать Отлично И Вот Сейчас Свет Хороший Хочу Чтобы Вы Посмотрели На Эти Красивые Переливы Ну Просто Вообще Бомба Мало Что Это Мои Любимые Синие Отеки Синебирюзовые Такие Лазурные Вот Ну Так Она Еще Очень Красиво Ложится В полотно Резиночка Такая Симпатичная Ну Так Как С Отворотом Видите Это Изнаночный Край Он Будет Потом Вот Так Заворачиваться И Будет По На Шапку По Полтора Мотка На Шапку Вот Все Правильно Вот Поэтому Вот Такая Красота Сейчас У меня Время Шапок Поэтому Если Кого-то Раздражают Шапки Ну То Тут Два Варианта Либо Терпеть Вот Либо Не смотреть Потому Что Шапок Будет Сейчас Очень Много Сейчас Шапочный Сезон И Это Абсолютно Мне Кажется Ожидаемо Вот Так Что Сейчас Я вам Принесу Две Шапочки Итак Две Шапочки У меня Тут Связались Оперативные Ну Самые Обычные Простые Бини Вот Значит Вот Это Из Норки Связано Это Вот Такая Китайская Норка Я Уже Показывала Цвет 801 Вот Две Основных И две Дополнительные Ну Такая Пушистинка Надеюсь Он Будет Виден Этот Пух Причем Что Я Выдувала Это Вот Просто Постирала И все Она Высохла Еще Надо Будет С ней Небольшую Работку Провести Вот Ну Вообще Конечно Такой Волосач Приличный Но Сказать Что Она Супер Летит Не Могу В целом Очень Очень Я Довольна Ну И вот Полотно Вы можете Видеть Вот Это Доп Нить И Сама Нить Ну Очень Классно Мне Нравится Как Получается Зимний И две А Такой Демисезонный Осенний Или Зимний Для Машины Для Ну Какого-то Такого Быстрого Два На Два Две Основные Две Доп Вот Ну И Обычно Абсолютно Закрытие В четыре Клина Мне Такое Очень Нравится Вот Вот Такая Вот Шапочка Ушла Практически Один Моток Вот Такой Пятидесяти Граммовый Ну И Катушка Там Тоже Не Сколько Шапочка И Вот Такая Шапочка Тоже Связалась Обычная Мини Вот Полотно Поближе Давайте Я вам Покажу Вот Так Видите Здесь Есть Такие Прикольные Коричневые Как Просит Такая Коричневая В общем Это Микс Пряж Значит Это Вот Такие Вот Пряжи Лана Гросса Сара Цвет 007 И Вот Такая Вот Лана Гросса Брелина Вместе Они Соединены Значит У Брелина Что Там Цвет 010 Ну Он Такой Серебристо Белый Значит Сара На всякий Случай Скажу 65 Хлопок 30 Альпак 5 Меринос 50 Грамм 125 Метров И Брелина Это Вот 85 Вискоза И 17 Это Металлик Вот В общем То Хорошие Ниточки Но Что Могу Сказать Значит Вот Такие Нитки Типа Дропс Эйра Да Вот Такого Что Там Они Вот Только Для Таких Вот Бинни Да Я Пыталась Резинку Ну Мы Там Заказчица Моей Да Резинку Ну Она Резинку Не держит Абсолютно Вообще Не на Мелких Спицах Ничего Она Так Резинку Резинку Сопля Смотрится Вот Изнанку Вот То есть Вот Для таких Самых Простых То есть Можно Конечно Сделать Ее Типа Вот Так С Отворот ну, просто больше надо отвязать, вот, но вот такие конкретно пряжи, ну, я, в принципе, честно говоря, для шапок не очень люблю, ну, сами понимаете, заказчик, он как бы такой, вот, поэтому, если, скажем так, присматриваетесь к этой пряже, ее вообще, конечно, лучше на плечевой свитер какой-то, да, какую-то там жилетку, мне кажется, сейчас вот Ксения Маликова пишет новое свое описание на жилетку, по-моему, у нее вот такая вот пряжа, то есть в жилетке она смотрится бомба, в свитере я видела, кардиганы какие-то классные, ну, то есть плечевое, да, или может быть какой-то палантин, шарф, но вот шапка, честно говоря, она неплохая, то есть все хорошо, но ее либо надо укреплять какой-то ниткой, потому что она такая, ну, немножко дрыслявая, на мой вкус, на мой взгляд, я такие шапки, как, не то, чтобы я их не люблю, но я к ним очень спокойно отношусь, но так вот пофартить, в принципе, неплохо, ушел, получается, практически целый моток сары и брелина, наверное, где-то чуть больше половины, ну, больше, где-то там, вот здесь 25 грамм, 200, ой, 25 грамм на 200 метров, мне кажется, ушло где-то грамм, ну, может быть, 17, 15, 17, вот где-то так, мне кажется, но могу ошибаться, конечно, вот, так что такие вот у меня дела, это, в принципе, неделя достаточно продуктивная, впереди выходные, надеюсь, тоже будут продуктивными, буду стараться вывязывать, мне надо шапок много навязать, ну, и где-то до 25 числа мне надо закончить бордовый свитер, потому что моя клиентка приезжает, и мне надо будет ей отдать, ну, и, конечно, вот эта вот шапка тоже, она у меня самая первоочередная, вот, так что все, спасибо вам большое за внимание, до следующей недели, пока-пока.